Причина появления прыщиков. Почему нельзя давить прыщи? Особенно этот вопрос волнует в подростковом возрасте. Так хочется быть красивыми, а тут снова подрывник вылез на видном месте. Простые запреты выдавливать неприятеля мало кого останавливают. Необходимо подробно объяснить, к чему может привести такое вмешательство в здоровье кожи. И тогда каждый сможет сделать вывод и выбрать для себя более щадящий способ создания красоты. Как часто бывает, что вечером, умывшись перед зеркалом, мы видим чистое и здоровое лицо. А утром непонятно откуда появляется неприятный бугорок на лице. Так от чего могут появляться прыщи? В чем причина их образования? Известно, что наша кожа содержит большое количество сальных желез, выделяющих жирный секрет. Этот секрет необходим коже для защиты от внешних воздействий, от пересыхания. Но иногда жирный секрет может быть слишком густым или обильным. Это приводит к закупориванию пор. Вот и первая причина образования мини-гнонечковых очагов. 1. Воспалительный процесс на коже из-за закупоривания пор. Начинают размножаться бактерии, приводящие к появлению прыщей. 2. Использование дешевой и некачественной косметики тоже неблагоприятно действует на кожу. Сюда же можно отнести неправильный уход за кожей лица. Например, использование неподходящего крема для определенного типа кожи. 3. Часто гнойные мини-высыпания появляются от неправильного питания, употребления вредной пищи. Как следствие, нарушение работы желудочно-кишечного тракта. Соответственно, страдают все органы, кожа в том числе. 4. Причиной кожного дефекта может стать гормональный дисбаланс в организме. Например, избыток тестостерона в организме девушки приводит к излишней жирности кожи. А это, как мы уже писали, приводит к образованию косметического недостатка. 5. Иногда причиной возникновения прыщей оказывается плохая экология в городе. Или аллергия на различные загрязнения, выхлопные газы, соли тяжелых металлов, пары никотина и прочие в этом случае высыпания являются своеобразной защитой организма. Они выводят наружу все проблемы, которые образуются внутри организма. 6. К появлению белых подрывников красоты может привести любой сильный стресс, депрессия, другие негативные эмоции, от которых происходит ослабление защитных функций организма. 7. Конечно, причиной может быть и неправильный образ жизни, наплевательское отношение к здоровью, различные хронические заболевания, вредные привычки. 8. Иногда причиной косметологического дефекта становятся некоторые лекарственные препараты. 9. Никакого давления в момент обострения. Итак, мы разобрались, почему проблема вообще появляется на нашей коже. Как избавляться от недостатка, и можно ли давить прыщи? На второй вопрос ответ однозначный – нельзя. И здесь причина не в плохой примете, как, например, нельзя дарить часы или запрещается спать напротив зеркала. Это необычные предрассудки или суеверия. Это очень серьезный научный факт. Ведь высыпания гнойного характера сами не являются какой-то болезнью. Они появляются в результате каких-то нарушений в организме. Поэтому избавляться надо не от внешнего косметического дефекта, а от причины их появления. Удалив нарывчик на лице, мы не удаляем источник его появления. То есть следом появится еще больше гнойных точек на различных участках тела. Что можно сделать со своим лицом в период высыпаний? Выдавливать нельзя, но и оставлять без внимания тоже не стоит. Ведь даже несколько прыщей легко могут стать большой проблемой, если их не лечить. Инфекция может распространиться по всему телу. Один, при давлении на лицо остаются некрасивые рубцы. Они останутся на вашей коже длительное время, часто на всю жизнь. Тогда как сам прыщик сойдет через пару дней, не оставив следа. Два, при выдавливании гнойного нарыва часто задевается волосяная фолликула. Это может привести к появлению прыщей на близлежащих участках кожи. Три, выдавливая один прыщ, мы стимулируем появление нескольких. Нельзя также расчесывать место нахождения неприятеля, давить на него. Эти действия тоже могут спровоцировать появление множества подобных неприятностей. Четыре, часто проще убедить себя, что прыщ не так уж ужасен. Именно от нашего отношения к этой косметической проблеме она становится столь принципиальной. Многие люди легко переживают появление высыпаний на лице, ведь они скоро пройдут. Но этот вариант подходит только в единичном случае. Если данная проблема беспокоит регулярно, обязательно обратитесь к специалисту. Пять, нельзя также маскировать прыщи под толстым слоем косметики. От этого пары загрязняются еще больше. Шесть, известно, что с гнанечковыми высыпаниями помогает бороться солнышко. Оно высушивает кожу. Но злоупотреблять этим средством тоже нельзя. Семь, для решения проблем с угрями, можно использовать современные косметические средства. Это могут быть маски, кремы, лосьоны, различные скрабы, сыворотки и витаминные препараты. Конечно, предварительно нужно обратиться к врачу. Восемь, специалисты проводят лечение прыщей азонотерапией, с помощью пилинга, вакуумной чисткой и так далее. Лечение прыщей народными средствами. Вот несколько вариантов народных средств, которые помогут защитить кожу от подрывника красоты, а также избавиться от уже появившихся. 1. Натереть свежий огурец на терке. Нанести массу на лицо на 10-15 минут. Эффект потрясающий. Кожа подтягивается, становится чистой, свежей, светлой. 2. Очистить лицо влажным тампоном ваты с содой или мелкой солью. Этот способ позволяет глубоко очистить пары. Чистку проводить легкими круговыми движениями в течение нескольких минут. Затем смыть лицо и нанести подходящий для вашей кожи крем. 3. Можно сделать маску из очищенного картофеля, натертого в сыром виде. Добавить в него немного соли, половинку белка. Взбить смесь и нанести минут на 20. Затем смыть маску и воспользоваться кремом или лосьоном. 4. Смешать дрожжи с 3% перекисью водорода до кремообразного состояния. Наносить точечно на места прыщиков. После высыхания получившаяся корочка просто стряхивается. 5. Смешать в одинаковых пропорциях апельсин или лимон с медом. Наносить на прыщи полученную смесь. Делать это нужно несколько раз через 2-3 часа. 6. Натереть чеснок и наложить на угри на 30 минут. Затем смыть. 7. Смешать водку 100 граммов, яйцо, белок и йод несколько капель. Нанести на проблемные участки минут на 10. Смыть. 8. Натереть на терке хозяйственное мыло, добавить немного растительного масла и сок от одной луковицы. Проварить эту смесь до кремообразного состояния. Остудить. Нанести на лицо. Можно оставить эту маску на ночь. 9. Самое главное, внимательно следить за чистотой лица и всего тела. Принимать душ, умываться каждый раз, приходя с улицы. Использовать подходящие косметические средства. Ставьте отметку «Нравится». Благодарю за просмотр видео. Оставляйте комментарии. С вами была Алиса Иванова. До свидания. Продолжение следует...